Виноград Юпитер Виноград Кишмиш Юпитер – один из современных сортов бессименного винограда, который отличается крупным размером ягод превосходными вкусовыми качествами. Этот виноградный сорт является одним из самых свежих. Выведен в конце прошлого столетия селекционерами из США. По этой причине нередко сорт так и называют «Кишмиши США». За короткий срок этот виноград завоевал сердца многих виноградарей в нашей стране, но пока его возделывают преимущественно в южных регионах. Что представляет собой сорт винограда Юпитер? Основные характеристики лозы и ягод Описание особенностей возделывания представлено ниже. Характеристики и описание винограда Юпитер Главная характеристика данного сорта – ягоды совсем без семян. Это одно из основных преимуществ, так как многие виноградари отказываются от выращивания сортов, если они содержат косточки. Еще одна особенность этого сорта – довольно крупный размер ягод, который делает Юпитер непохожим на обычные мелкие сорта кишмиша. Виноград собран в увесистые плотные грозди. Ввиду того, что данный сорт неприхотлив и прост в уходе, его рекомендуют для возделывания на частном подворье. Что касается вкусовых и технических характеристик, то тут стоит выделить несколько основных моментов, так как данный сорт – это разновидность. Столового винограда он обладает приятным, сладким и хорошо выраженным мускатным вкусом. К аромату муската примешан при вкусе изобеллой, что неудивительно, ведь в процессе скрещивания сорт изобелла принимал самое непосредственное участие. Ягоды сочные, хрусткие, с плотной мякотью. Плотная кожура защищает виноград от нападокоз, ягоды сохраняют форму при транспортировке, а плотная кожица не растрескивается на лазе. Косточек нет, хотя иногда могут попадаться небольшие мягкие рудиментные семена, которые, впрочем, не ухудшают вкус. Ягоды овальные, либо похожие по форме на яйцо, с немного заостренным кончиком. Когда ягода технически спелая, она имеет небольшой матовый налет. В целом, цвет ягод колеблется от темно-синего до сиренево-фиолетового. Гроздья могут достигать веса в полкилограмма привлекательно на вид и могут выполнять декоративную функцию. Совет опытной винограда использует декоративность Юпитера для украшения садовых дорожек, дачного участка, беседок. На этапе созревания гроздь действительно выглядит очень привлекательно, так как в ней сочетаются разные оттенки от светло-розовых до насыщенных багровых и темно-синих. Невысокая и красивая красно-коричневая лоза, увешанная большими светло-зелеными листьями, добавляет декоративности. Виноград Юпитер Кусты винограда преимущественно не слишком высокие. Хотя существуют свидетельства, которые доказывают, что сорт способен подняться на значительную высоту. Размножают кишмиш Юпитер черенкованием, потому что он отличается хорошей приживаемостью и укоренением. После посадки растение начинает плодоносить на второй или третий год. Важно, этот сорт не требует опыления, так как у него имеются обои полые цветки. Среди прочих характеристик стоит отметить, что этот сорт достаточно ранний. Созревает он в течение 120 дней, имеет высокую урожайность. При промышленном производстве, в пересчете на гектар, способен давать урожай в объеме до четверти тонны с одного гектара. Урожай ежегодно стабильный. Несмотря на то, что раньше других возделываний этого сорта освоили южане, Юпитер вполне годится для выращивания в средних широтах. Так, он хорошо приживается в Подмосковье, да и в целом в зоне рискованного земледелия. Морозостойкость средняя, но если укрыть лозу на зиму, достаточно легкого укрытия, то виноград выдерживает низкие температуры до минус 29 градусов по Цельсию. Виноградовство в более северных широтах, где температура понижается ниже этой отметки, также возможно, но виноградник в зиму придется серьезно утеплять. Особенность сорта такова, что даже при некотором подмерзании лозы она восстанавливается. Поэтому немного подмерзшие растения не стоит выкорчевывать. Агротехника выращивания. Получить виноград этого гибридного сорта можно тремя способами. Прививки на подвой укоренившимися черенками, отводками от куста. Самая удачная посадка осенняя. Но не стоит дотягивать до наступления холодов и заморозков, чтобы корневая система успела адаптироваться и закрепиться. Посадку лучше планировать в траншею, но допустима высадка одиночных кустов в отдельную яму. На дне в обязательном порядке делают дренаж. Почва выбирается плодородная. Перед посадкой рекомендуется сажениц замочить в воде. Саженцы нужно замочить. Уход за данным сортом не отличается от традиционных правил. Так поливать Юпитер нужно обильно, особенно в периоды, когда нет дождя. На день куст надо выливать порядка 15 литров воды и повторять полив через каждые 3 дня. До начала сбора урожая полив прекращается примерно за 2 недели. Полезно почву под виноградником замульчировать, чтобы не дать разрастаться сорнякам и избежать быстрого испарения влаги. Виноград хорошо отзывается на подкормки и внесение удобрений. Так, с весны нужно не забыть внести удобрения, содержащие азот, они помогут формироваться зеленой массе. Потом неплохо дать комплексного удобрения с сернокислым магнием, фосфатным удобрением и сульфатом. Обработка от вредителей и болезней необходима. Ее проводят два раза до начала цветения и еще раз после. Применяя традиционные фунгициды, среди которых чаще всего садоводы выбирают классическую бордосскую жидкость. На зиму, укладывая лозу под укрытие, советуют обрабатывать ее железным купоросом. Важно! Главная болезнь виноградника – грибковое заболевание – мучнистая роса. Если на винограде появляется мучнистая роса, то погибнуть может весь урожай, так как грибок поражает и зелень, и грозди. Увидеть его несложно, все поверхности растения, включая побеги, становятся покрытыми белым налетом. Рассадником болезни могут стать сорняки, поэтому с ними надо регулярно бороться, удаляя сорную растительность из кустов. Помогают также препараты «Топаз» и «Тонос». Пятна крупного размера и желтовато-коричневого цвета свидетельствуют о том, что виноград болен еще одним распространенным заболеванием – это милдью. Фунгицид поможет в борьбе с этой заразой. Пораженные ветки вырезают и сжигают. На заметку, обрезают виноград данного сорта осенью. При этом оставляют до 6-8 глазков. Положительные и отрицательные характеристики. Виноград Юпитер обладает массой достоинств, включая вкусовые качества, простоту ухода и легкую приживаемость. Добавим сюда еще и хорошую лешкость и транспортабельность винограда. Даже если перевозка производится на далекие расстояния, груз здесь сохраняет привлекательный товарный вид. Хранить виноград этого сорта можно до нескольких месяцев. Впрочем, сорт не лишен недостатков. Так, по отзывам виноградарей, нужно очень внимательно следить за созреванием ягод и собирать их своевременно. В противном случае они осыплются и потеряют свою привлекательность. Других очевидных недостатков у Юпитера нет. В целом это довольно хороший проверенный сорт, который вполне подходит для начинающих виноградарей.